Роман, Вова, вам слово. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Еще раз с вами по-прежнему Майл Шторм и Каспер. И мы начинаем трансляцию второй карты этого противостояния прямо сейчас. Да, ну что ж, команды... Команды, надеюсь, обсудили что-то. Особенно это обсудили Alliance в перерыве. И готовы они давать отпор Team Secret. Да, в первую очередь хотелось бы, чтобы они наконец собрались с мыслями и стали действовать, а не просто стоять. Это в первую очередь вызывало много вопросов после первой карты. И эта игра может стать для них последней. Поэтому сейчас самое время подсобраться. Самое время показать все свои возможные козыря, которые они в принципе и подоставали, если вы смотрели на стадию драфта. Но Piku Secret с этой брудбамкой очень некомфортный. Я не знаю, возможно, будут с ней проблемы очень-очень серьезные. Ну а может быть Secret решет сыграть точно так же, как и Alliance на первой карте. Ничего не будут делать. Там Terrorblade пофармит 85 слотов и пойдет давить. Вот он, кубок, за который сражаются команды. Блин, ну столько пафоса в этих кадрах. Очень-очень круто выглядит. И поехали. Давайте, наверное, еще посмотрим, кто на ком у нас будет играть. Но, возможно, после First Blood, потому что сейчас уже открывается смоук и нападает на Сенви. Вкатывается Тускар на двоих. Пытаются прострелить Эгема. Энви просто укатывается отсюда, но его закрывает Queen of Pain и добивают рученькой First Blood для EGM. Но сам EGM может отсюда уже никуда не деться, потому что Пупе его догоняет. Там еще 7 секунд до сноубола. Надо бы просто бежать. И уходит. 1-1. Размен. Ну и давайте, наверное, посмотрим заодно, кто на ком играет. Азаза. Пайлайдай у нас на Оракле, Виха, Мизери. Катает, мы видели... Кто у нас там еще катал? Пупей на Тусике, естественно. Нам пока представляют Альянс, но не обращайте внимания, потому что сейчас... Да-да-да, Квапа уворачивается, уходит за нижнюю руну. А успеет ли она за ней? Посмотрите, тут еще вкатываются. Да, забирает. Забирает. Но разминка по ХП будет довольно-таки неплохой здесь. Тут Пупей... Вот я смотрю, Пупей уже вторую игру подряд. Он просто брови не ведет, когда его начинают бить. Он просто отвечает. Дает сдачи. Да, ну и Лайенс тоже представим. Аки на Чене, С4 на Квин оф Пейн. Лон Друид от Адмирал Бульдога. Террор Блэд от Лоды. Естественно. Террор Бенга от ЕГМа. Так и есть. И Адмирал Бульдог у нас по привычке стоит в своей сложной линии против Гирокоптера. И Оракла. Видим, что Мизери сейчас предстоит стоять против Террор Блейда. Вот у Террор Блейда тут тоже двоякая ситуация, потому что Бруда с одной стороны не должна его вот так вот сильно прокурсовать, потому что у него много брони. А с другой стороны она его должна ой как больно заплевывать, потому что здоровья как раз у него очень мало. Но вот тут выход от ЕГМа. Кстати, Лода, вы видите, вкачал рефлекшн на первом-втором уровне. Это уже очень интересный показатель. Почему? Потому что не все Террор Блейды перед тем, как начать играть на этом персонаже, читают, что делает его способности. Я, естественно, вспоминаю Террор Блейды из квалификации. Бульдог представляется очень больно ему, Баражем Энги прогоняет, но по-моему нет третьего левела, и поэтому дэмиджа довольно-таки мало залетела. Продолжай ровно. Вспоминаю Террор Блейды просто с квалификации на мейджор, на шанхайский, китайский дивизион, когда человек, играющий на керри ТБ, вкачал рефлекшн в единицу, и это было левели на 14-м, наверное. Нынче рефлекшн у ТБ очень силен, и не качать его смысла в принципе нет. Ну да, под просветку, здесь Бруду могут убивать, и в атаке Террор Блейд очень силен, как раз-таки если ему позволят, он спушит товара невероятно быстро, потому что его третий спелл дает много дэмиджа, плюс этот дэмидж хорошо работает на иллюзиях. Ну пока что посмотрим в мид, у нас здесь Бэтрайдер стоит наравне с Клопой, если говорить про другие линии, Герокоптер с Террор Блейдом также ровненько идут, ну и Бруда пока что не может развернуться как следует. Нужно играть в Мизери, конечно, аккуратно, но в принципе ему хорошо должно быть, потому что героя против Бруды как такового нет. Нет, вкатывается в Чен у нас Пупей, Виху, первый спелл положили. Ну вот у Вихи ничего нет, хотя нет, у него есть еще Фейрифайр, он может попробовать на Лас Хитах хоть как-то выжить, да, прожимает этот самый Фейрифайр, отпивается Ботлом, будет тик, я да по нему, который собьет этот самый Ботл, но пока вроде бы обошлось Биржерт, правда С4 дает плюхи, получает плюхи, ну такой справедливый обмен. Суровый тут размен, тычками на первом левеле, Аки еле живой уходит, как и Виха, остается Пупей, у которого тоже мало ХП и Queen of Pain. Да, и вот этот Энви на Герокоптере, конечно, если С4 будут играть так, как в прошлый раз они делали, ой-ой-ой, там как быстро сдулся медведь, слушай, медведя почти забрали, да ладно, Бульдожа выжил, каким вообще непостижимым образом? Ну, Savage Roar, Savage Roar в очередной раз спасает жизнь Лондруида, этот новый спелл, который очень хорошо заходит, и мы видим, за счет того, что за ним погнались, парочку крипов Герокоптер пропустил. В общем, по-прежнему у нас игры скорее так вяденько начинаются, не видим мы огромного количества замесов, во многом из-за того, что нет у нас каких-то агрессивных линий, здесь Бруда разгоняется, на нижней линии Герокоптер фармит. И вот сейчас, кстати говоря, на Бруду могут выйти, ставит ЕГМ аккуратненько в арт, если у него свет. Должен еще быть один, наверное, в этом мониторе, ЕГМа закрывают. О, вот теперь ЕГМа закрывают самого, накатываются в него, очень больно ЕГМу, Кентавр нужно, станет, станет, всю пачку крипов, в итоге ЕГМ уходит. Отлично сыграно, но Лода, Лода идет за Пупеем, очень больно побивает. И он ее дает, да ладно, но тут фейрифайр, 39 хитпоинтов в итоге у Пупея, он также уходит, мы видим тут попытка догнать еще и Мизери, Мизери будет сейчас выбегать из сетки, ловит подачу в лицо и умирает Брудмазер, фраг достается, лодим. Да, пока что за свою верхнюю линию взялись очень плотные Лайонс, и на этот раз мы видим, что с просветками и с интрями никаких проблем у них нету. Загрейдились после прошлой игры. Ну, зашли, возможно, на Дота Вики, посмотрели, типа как Контрик Инвиз, там написано СН3, просветки, все дела, ГЕМ даже есть. Открыли для себя вновь эти артефакты. И Аки на Чене также довольно неплохо начинают, уже пару раз подключился, выфармливает, видим, что имеет неплохой левел. Так, тролль с сеточкой, кстати говоря, видит Мизери. Ну, вот уже можно нападать на Мизери, да, Мизери просто залетает сеточка, будет еще стан, продолжает убивать Бруду, и Бруда, неужели еще один фраг? Да, это еще один минус. Отличный корм для лоды получается, помогает ему разогнаться на своем террорблейде, и, возможно, все лучше и лучше у него пойдут дела, сможет подпушить вместе с Ченом Тавр. Все-таки террорблейд с пушем неплохо заходит, хотя является довольно суровым кэрри, но в лейте здесь он не так хорош, как отмечали, потому что есть герокоптер. Вот у террорблейда как раз, да, очень ярко выражен вот этот перевес соотношения хп-урон, который зачастую там плюс-минус балансный. У террорблейда очень много дэмэджа в серединке игры и очень мало здоровья. И таким образом, если вы нападаете, все норм, потому что он этот дэмэдж изливает, и, соответственно, врагу становится очень больным. Это может быть и вышка, это может быть и вражеский герой, но если нападают на него, могут быть проблемы, потому что сам он достаточно тонюсенький, особенно если есть сильный маг какой-то. Смотри, как играет Пупей. Поставил вард, сейчас просто смотрит на команду Alliance, получает много экспириенса. Говорит, фармите, фармите, пока я вам даю это делать. Да, у Alliance, как мы видим, некоторые проблемы. Лондруиду приходится делить лес вместе с Ченом, и это не очень здорово. Да, и С4 продолжает тут с Вихой размениваться. Здесь 6-й левел уже, ультимейт, 17 стиков из-за того, что бетрейдер постоянно накидывает напалм. Бетрейдер здесь не дает Куапе особо развернуться, вот так вот разминает банкой под напалмом. Нормально, да, кстати, он ее поджег. Все-таки там 5 зарядов было, уже 6-й заряд навешивается, возможно, стоит уже прекратить. Пупей закрывает шардами ЕГЭМа, и нет, все-таки ЕГЭМ отсюда уходит. Не стали продолжать преследование. Отличный сноубол на паукана укатывается, или не на паукана, а на крипчика, но и рефлекшн. Мальца Пупея пробили здесь. Три очень мощные тычки, да, там залетело. Две из них были действительно очень мощные. Хорошо, вернулся сноуболом, ничего не скажешь. Ну, во-прежнему Терраблейд стоит очень уверенно, и никаких предпосылок нету для того, чтобы ему помешать. Энви заходит под тавер, ракетушку ставит в лондруида, чтобы немножко его здесь развлечь. Ну, и пока что мы видим, Терраблейд оторвался довольно-таки неплохо. И выходит в пуш, уже. Да, и вот смотри, теперь машина эта подходит, у которой 120 дэмэджа, и начинает метелить вашу вышку. У вышки, естественно, портится настроение, она, естественно, начинает очень сильно страдать, поэтому нужна помощь какая-то этой бруды. Но заканчивается метаморфоза у Терраблейда, и на этом прессинг также заканчивается. У Аки хороший набор крипов, ничего не скажешь. Очень много урона у этих ребят суммарно. Драться против них тяжело, плюс дизейбл, вот эти сетки, станы. Квапа возвращается в мидл против Бэтрайдера, у него дабл дэмэдж. Но Квапа, ох, как хорошо тут снизу его протыкивает С4. Да, раскаст все-таки у Квапы сильный, С4 нужно аккуратно играть. Есть у него лассо, но до блинка пока что... О, Вихи, конечно. Но раскаст свой дать Бэтрайдер не может, пока нету блинка. 1-3 по-прежнему у нас на восьмой минуте, не блещет игра количеством фрагов. Но команды по-прежнему разгоняются. Вот поставила как раз-таки Бруда себе сюда Сандрячок. Тут же Сандрячок сбили, Сандряки закончились. Хорошая игра от саппортов, не жалеют они просветки. Да и правильно делают, не нужно здесь ничего жалеть. Во-первых, вы в шаге от вылета с турнира. Вам уже самое время собраться с мыслями. И смотри, какой интересный маневр предпринимает Alliance. Но я так понял, что этот маневр остался ни с чем. Да, потому что тут пока находят пандуль. Пандуль убивают. Получается у него 300 монет за этого спиритбера. Неплохо весьма. Да, и довольно-таки много экспы. Фидить, конечно, спиритбером ни в коем случае нельзя. Бульдогу и более того, у него кулдаун. Это второй спиритбер, судя по всему. Теперь долго будет без мишки бегать. Смотрите, 80 секунд кд. Да, 80 секунд. Это реально очень много. Как же его там два раза так зафокусили? Интересно. Ну вот как-то получилось. Или тут по лоду нападают еще? Аки, я так понимаю, хочет выйти в подпуш, возможно. Да, уже перетягивается туда венга. Чен в позиции. И будут сейчас пытаться загнать бруду под тавр, после чего забрать вышку. Возможно, даже попытаются еще и бруду где-то тут попутно сбрить. Конечно, с пауками огромные проблемы, потому что легкого способа их убить нет действительно никакого. И если начнется какой-то замес, пауки будут разваливать. Купей выходит, находит Чена. Да, не очень он рад, мне кажется, тому, что нашел этого персонажа. Отдает сноубол. Здесь уже бруда, бетрайдер раскидывает всех. Купей жмет стики, в итоге его забирает Чен. Но есть шанс забрать Чена и всех его крипов. Не нужно только блочить своими пауками ульт-атаки. Квинов Пейн забирает тем временем Оракла. Но тут еще венга рядышком находится, которая готова уже помочь. Аки поджигают. Отлично его оттолкнуло. Трамп и Виха. Тут еще будет сейчас стан. ЕГМ уже передумал, что возможно стоит и подраться. Да, закидывает минус армор. Будет сейчас пытаться убивать бетрайдера. Еще нужно чуть-чуть времени. У троля есть ли там хоть что-то, что можно было бы закинуть? Пока закидывает только венга своей подачи. И бетрайдер продолжает улетать. Но должен, должен он отсюда скрыться. Всех густо намазал маслом. В итоге никто его не может догнать. Сетка. И стан будет. Нет, он отталкивает опять. Лода уже здесь. Кастует рефлекшн. Стики зарядил. Тем временем бетрайдер уходит через хайграунд. Лода остается снизу. Квин оф пейн. Добивает бетрайдера. Идет дальше. Запупеем маны. Практически нету. Блинк на кулдауне. И Лода. Погоня за тусиком. Решает развернуться. Здесь Оракул. Здесь же Бруда. Бруда. Бруда, кстати, намного опаснее. Потому что Бруда сейчас может просто вцепиться в кого-то одного. И оставить его без здоровицы. Вот, например, на С4 могут здесь напасть. Папа успевает упрыгнуть. И плюху получает Венеджи Фул Спирит. Отъезжает Пайлайдай. А также бодиблок. Посмотри, как хорошо действует С4. И с кримов пыном. Просто прикончил Оракла. Да, причем Оракла за эту драку он даже дважды убил. Вначале где-то там на миде. И сейчас еще раз. В итоге огромный перевес получает Лайна за счет выигранной драки. Счет становится 3-8. Я погорячился, видимо, Рановат сказал о том, что драк у нас практически нет. И фрагов тоже. В итоге буквально за одну минуту. Нет, на момент, когда ты это говорил, все было четко. Все было верно. Но действительно, Альянс, походу, вспомнили, чем все закончилось в прошлый раз. Когда они никаких действий не предпринимали и решили все-таки сейчас понападать немного. Ух, ты посмотри, что там Саки, Пауки-то делают. Это было буквально два укуса от каждого из них. И А4 до 3 хп. Очень нехило. И смотри, какая засада сейчас на верхней линии у нас планируется. Там уже Пупей затаился. Да, я так понимаю, будут сейчас Саки разбивать. Что у нас есть? Есть Гирокоптер с шестым левелом, которого, кстати, в прошлой игре немножко не хватило. Смотрим. Гирокоптер, свап, пошел на бруду. Но Гирыч дает рассказ по всем. И как же больно команде. И Лайон стирает Чена. Террор Блэйда. И за ЕГЭ по погоням Квапа, конечно, готова прыгать. У Квапы есть, между прочим, еще и Соник Вейв. Она совсем-совсем фуловая. Нет-нет, не стал бежать дальше Пупей. Возможно, стоит пойти немножечко попушить. Топ. Да, вот вам и драка. Отличный выход от Сикрет. Использование ульты Гирокоптера так, как оно и должно быть. Тем временем Виха. Работают корни на него. ЕГЭМ рядышком дает станчик. У Вихи большие проблемы. Его просто забивают с руки. В итоге вынужден хватать медведя. Уносит за собой медведя. И погибает. И минус Венч Фулспирит тем временем. Нужно забрать Мишку. Мишка в итоге выживает, вызывает нового. В коем случае не фидит. Там Квапа сзади крадется. Квапа по-прежнему очень опасна. Квапа по-прежнему имеет Соник Вейв в своем арсенале. Не видят, не видят Пупей. Может быть, прямо сейчас крикнет, чтобы не заставлять Пупея долго ждать. Да, мы видим, пошел у нас Фулспромис. И отхиливает его Оракул под вторым спеллом. Естественно, не кастанешь туда Соник Вейв, потому что, скорее всего, отхилиться слишком много ХП. Но ИС-4 продолжает у нас развлекать. Боже, ИС-4 поиграл в свое время и за Сикрет, и теперь за Айлайнс. Это просто взрывать голову эти решафлы бесконечные. Это уже было тоже давненько вроде как. Ну да. Относительно. Полгода назад, если не год. Так, ну и что? Команда Сикрет. Команда Сикрет Бруда, наконец, занимает позицию, которая ей удобна. То, что снесли вышку на топе, ребята из Сикрет теперь дает ей возможность перебегать между спаунами, далеко не сваливая. Плюс вот этот новый респаун возле Сикрет Шопа Рейдиндовского, он позволяет спокойненько, в случае чего, отступать, тоже получить немного денег, на случай, если ее идут цеплять, и она об этом в курсе, и не отрываться от фарма. Да, вот покупка Драгон Лэнса, легко объяснить покупку на Терраблэйде, все-таки дает ему неплохие статы, Квотерстаф можно в бабочку собрать, в БКБ можно собрать как раз-таки Огр Клаб, но, естественно, дает прирост от дальности атаки только в рейнджовой форме. С другой стороны, дальность получается там. Было бы забавно, если бы Милишникам он добавлял дальность, просто Терраблэйд, кидающийся своими такими саблями. Да, я думаю, это был бы мастхев артефакт для любого Милишника. Ну и в итоге Лайонс у нас чуть сбавили обороты после вот этого горячего приема на верхней линии от Гирокоптера. Гирокоптер, кстати, имеет очень серьезный нетворс, и выход на Мизери. Найдут Мизери или нет? Стандартная схема. Идешь в Смаке, Смок спадает, нажимаешь Даст, просветка, находишь Мизери и убиваешь эту Бруду. Но Бруда достает до нее Суник Вейв. Да, примерно понимает, где находится эта Брудмамка, и еще одним скримом С4 добивает. У С4 уже мега килл. Стрик, то есть пять героев подряд он уже добил. Ну и мы видим тут Лода еще с рефлекшном. Немножко прогоняет гиролетом. Да, стирает иллюзию. Вообще, конечно, Бруда была очень близка к тому, чтобы убежать от Соник Вейва, и дальше ее вряд ли бы забирали, если бы уходил от этого скула, там заканчивалась просветка. Хоть и были сентри, но это было тяжеловато. Ну, Соник Вейв там последним пикселем достал. Буквально последним пикселем. Находит Чена, есть Блинк, но Блинк на кулдауне, ловит в сетку его Чен, продолжает поливать масло, маки, здесь же гирокоптер. Пойдут ли дальше? Нет, Энвер развернулся. Вообще, Вейха мог бы сейчас, я думаю, прыгнуть, потому что Блинк только у него откатился, а на Чене и так уже было слишком много стаков. Лоду немножечко нюкают. Да, довольно сильно он проседает. Оракул дает ему третий и сразу же разряжает первый. Вернее, даже сначала заряжает первый и во время полета дает третий. В итоге проседает ХП очень серьезно. Ну, Террорблейд мы уже разбирали этот момент, что он достаточно уязвим к магии, из-за того, что запас здоровья небольшой, но против физы крайне устойчив. Из-за большого прироста. Так, на Клапу, нападение. Бэтрайдер, есть Блинк, цепляет с Блинка. С4 нужно чем-то добивать. С4 поднимает себя в Еул и отправляет его на Фонтан. Сдиспелил Оракул. И теперь можно гнаться за С4. Должны его здесь сбивать очень неудачные Шарды. Блинк и уходит С4. Да, он и дальше будет уходить. Просто не хватит времени для того, чтобы добить эту Клапу. С4 продолжает ригидиться. Ну и вот задроты, слушай. Кнопки быстро нажимают. Как же неудачно Шарды кастанул тусик. Лучше бы он их вообще там не давал, как мне кажется. Но в итоге спасается Квин оф Пейн. Хотя мы уже отмечаем, что Оракул слишком хорош со своим диспелом. И Чена здесь будет контрить. Ну что, да, собственно, мы только что и видели. Брудмамк тем временем уже приближается к Тир-2 вышке. Да, встречает она С4. Вот С4, наверное, единственный, кто может хоть как-то противостоять этим пауканам. Вообще, С4, возможно, бы стоило даже Аганим себе приобрести. Просто, чтобы повысить, возможно, интервал каста мультов. Ой-ой-ой, посмотри. С4. Минус все пауки. Мизери. А сеток тут нет. Просто нет сеток. Мизери сейчас могут действительно убить. Живет Мизери. Клопава, наверное, будет прыгать, прыгать. Дает просветку, но 18 хитпоинтов остается у Брудмазер. И откиливается Бруда. С4 нужно бежать. Летит ракетка за ним. Много маны. Много маны еще у С4. Он должен отсюда уходить. Должен упрыгивать. Мы смотрим, ЕГМ воюет с одним-единственным пауканом. Так что тут еще и Туск. У Пи получает стан. Гоняется за ним иллюзия Террорвейда. Но Бруда находит свою жертву. С4, кстати, может быть очередной жертвой. Оракул! И мега килл за 683 голды достается Пайлайдайу. Все прекрасно. Исполнил Пайлайдай. Третий первый. И минус Квиннов Пейн, которая слишком далеко зашла. Как же долго она от этой ракетки бежала через всю карту. Но тяжело здесь. Вышки стоят еще. Маршрутов безопасных не так много. Честно говоря, я уже потерял нить немножко игры. Кто же у нас ведет? Бесконечные драки, какие-то замесы в лесах. Вроде как чуть больше забирают все-таки Сикрет. И сейчас выходят они на Медведя. Пошла ульта. Не зацепили Мишку. Но могут сейчас суммон разобрать. И кажется разбирают. Не удается. Ну там Оракул. Оракул растыкивает специально, чтобы нельзя было засуммонить вновь. И последняя подача. 300 золота. Многовато. Это уже второй Медведь, как минимум, из которых мы видели. Может быть даже и больше забрали. Очень много золота отдает. Вообще интересно здесь Оракул. Такая контра получается этому Медведю. Он его дамажит нереально. Там все время третий закидывает раз за разом. Ну и Медведь у нас 2 900 голды имеет. Выходит в Радианс потихонечку. У Гирокоптера уже Саша Яша. Вообще у него очень крутой Нетворс. Мы видим 9200 уже заработал себе Энви. И пока что он действительно молодец. Пока экшена наводит приличное количество. 3000 золота мы видим. Ведут секреты. Да, прошу прощения. Да, секрет ведут. Хоть они уступают по фрагам, но они сбили пару стриков. И плюс ко всему вот эти смерти мишки, они очень много дают. Да, каждая смерть мишки это действительно неплохой буст. Особенно если этот фраг достается какому-нибудь Ораклу или Тусику, который денег особо много не видит. И мы видим, как появляется линза уже у Пайлайдая. Очень много он наубивал. Также стоит отметить пару ТВ-ров забранных. Ракетушка пошла в Энви. Нападают на лоду. Да, но лода, кажется, отсюда убежала. Хотя если он сейчас поймет просто ракету какую-то, вот халявненькую. Такс. Вот она пошла ракета. А вот теперь уже Медведь идет в контратаку. Будет ли кусить? Нет, не кусит пока. А вот Клопа пришла, кажется, за своей добычей. Есть Фолс Промис. И Энви должен отсюда уходить. Такая какая-то невнятная погоня за этим гирокоптером. Сетка на Пупея. Пупея нужно давать шарды. Нужно давать шарды, закрывать. Пупея свапует, закрывает там всех героев Alliance. Бэтрайдер прыгает, дает ульту чемп. Как там все горит? Ты посмотри, сколько урона наносит Бэтрайдер. Он просто напалмом. И Фаерфлайм выжигает всех трипл-килл от В3-3. На Бэтрайдере как? Как это вообще возможно? Очень хорошие шарды от Купея. И Бэтрайдер там в шикарной ситуации оказался. В итоге нанес, как мы видим, урона чуть ли не больше, чем гирокоптер. Ну, примерно наравне. Да, просто колоссальное количество дамажа. Посмотри, 2000 урона нанес Бэтрайдер. Это тьма. Да. Как он их поджог? Я бы вообще хотел пошутить, вот как только бы эта драка рассосалась, на тему, что ой, сейчас бы там Бэтрайдер залетел всех, облил бы этим напалмом, поджог. А ведь так и получилось. Вот тебе и шутки. И смотри, уже даже на хайграунд поднимается у нас Этернол Энви. 20-ая минута еще не подошла к концу, он уже ковыряет Т3. Наглец. Где вообще в плей-офф 2-1? Где третьи карты? КС тоже закончился 2-0, причем там вообще было супер-эзи. Ну, у нас пока я бы не сказал, что это какой-то титанический труд. Ну, хотя на этой карте, да, Альянс уже чуть больше старается, ничего не скажешь. EGM. У нас пошел тут захил, и EGM просто от Баража сейчас умрет. Здесь, да, так и есть. Хоровод вокруг гирокоптера — это не лучшая затея, когда он включил Бараж. Груда тем временем выносит Сайланс и уже подъедает все активнее верхнюю линию. 13-11, выходят вперед Сикрет по фрагам, забирают еще одну вышку. При этом сами не потеряли ни одной. И еще одну вышку сверху. Не заденаял С4. Как же много золота сейчас будет у Сикрет. Я думаю, они тысяч 7 ведут как минимум. Да, так причем смотри, из каких крупинок это все собиралось. Сделали там пару фрагов, пошли забрали одну вышку, вторую вышку. И две минутки, здравствуйте, лишних 4000 голды. Я не знаю, правда, сколько там будет конкретно на графиках, но вот плюс-минус такие цифры я и ожидаю увидеть. Гирокоптер улетает от Седа. Там внизу у нас начинается движуха. Да, Медведь пришел запушить, решил тоже забрать твою рольку. Вообще, бедрайдера можно, наверное, и власоблов схватить. Но, видимо, не продамажил он Медведя. Не успел схватить. Я думаю, схватил бы, потому что это ценный фраг. 300 голды на дороге не валяются. Да, просто на халяву. Ты 300 золота. У тебя за герои дают там плюс-минус столько же. Вообще, Медведя, вот как только сделали по стоимости, ну, почти идентичным обычному герою рядовому, то его есть смысл убивать всеми возможными способами. Так, ну и что? И у Энви у нас опять огромное количество золота. И причем он опять может не собирать себе БКБ. Смотри, что там происходит. Там просто Бульдога чуть не сожрала Брудмамка. Брудмамка просто байтит. А в это время, в это время, посмотри, что делает команда Секрет. Команда Секрет уже заходит на Тир-3 на ботами. Да и эта Бруда просто тянет время. Там Глиф прожимается, продолжает погибать здесь Мизери. А тут горит база. Ребятки, Альянс, это вы специалисты такую фигню мутить. Вы же должны уметь играть против этого. Да, Пупей сейчас просто мстит. Напомню, что на третьем мунте именно он играл в составе Нави. И его засплитпушили тогда. Соверш Рор от Медведя. Гудрайдер цепляет ЕГМа. Поднимают его в Ол С4. Засейвил, но в ЕГМа накатывается. В итоге ЕГМ оказывается под собственной рампой. И Пупей тоже за ним скатился. Очень классный момент вышел. Пупей просто пытается туда дальше добрать, но Пупей спасает. Минус Мишка вызывает нового тут же. Энви идет дальше. Энви просто ничего не боится. У него 5400. Еще есть золото. Он может закупиться, купить себе бабочку фуловую. Но при этом даже сейчас его не убить. Я попрошу показать нам графики, если есть такая возможность, чтобы мы оценили по полной. Оценили масштабы трагедии у команды Альянс. Вот они, масштабы трагедии. 12 тысяч золота проигрывают парни из Швеции. Ну и по XP там тоже недалеко дело ушло. Вот такой вот интересный поворот событий. Конечно, мы понимаем то, что с этими медведями, террорблейдами, может быть, в лейте получится поковыряться. Да и не будет никакого лейта, говорят, Сикрет. Вот и все. Если они сейчас придут, за 7 минут закончат эту игру, все, кгвп. Очень сомнительный вопрос, что здесь вообще интереснее. Потому что такой пик, как сейчас есть у Сикрет, с этим геррокоптером, он выглядит вполне себе мощно. И террорблейд здесь не выглядит хорошим героем, иллюзионистом. Его просто изничтожает герыч. Ну пока да. Я говорю, допустим, про условного шестислотового террорблейда. И медведя. И медведя, да. Такого же шестислотового. Просто если вдруг Сикрет передумают побеждать, захотят пойти повоевать на третью карту, по-пацански все-таки они вот эти 2-0, что-нибудь мужики что ли. И, собственно, пойдут и не будут фармить. Точнее, просто пойдут фармить, дав шанс Альянса пофармить. Но в итоге мы видим, что продолжают движения у нас ребята из Team Secret. Да, очень напряженный момент сейчас для Alliance. Им уже нечего терять, потому что если они потеряют буквально, ну даже правильно сказать, не нечего терять, а нельзя ничего терять. Буквально одна потеря может обернуться для них вылетом с турнира. Готовят плацдарм для Рошана сейчас Сикреты. Сами тем временем продолжают аккуратненько разводить. Вот как раз таки... Смотри, смотри, два хороших артефакта появляются. Вообще для такой вот одной из ключевых драк это вполне себе неплохо. Неплохо. БКБ Радик. Ну многовато все-таки Гирокоптер имеет уже на данной стадии. И Бэтрайдер с топом Творсом поднимает Бэтрайдер ВУ. Ой, как как лично среагировали. Винга, стан не успевает кинуть просто... И Гирыч пошел. Пошел на Аки. Летят големы в Гирокоптера. Идет дальше этот Гирыч бешеный. Кастует свой ультимейт. Прогнал в итоге. Тем временем нападение на ЕГМа. ЕГМ. И Бэтрайдер хватает в лассо. Квин оф Пейн спасает ЕГМ его перед смертью. Тем временем Энви один против всех. Квин оф Пейн уходит на блинке. Пошел ульт. Один против всех совсем плохая затея. И понимает, это также Энви. Решил сразу же отступить. Медведи начинают фокусить. Квапа. Отличнейший Соник Вейв по троим. Феллс Кромис на Гирокоптера. Накатываются в Медведя. Медведь все еще жив. В Осмон тоже кастует Сэвэдж Рор. Бэтрайдер. В БКБ Лода пытается продамажить Бэтрайдер. Слушай, а на дистанции-то на дистанцию Лода. Отличнейший Сандер. И Квапа прыгает дальше. Должен погибать тут, наверное, Энви. Хотя нет, он пока еще жив. Срабатывают корни. Будет умирать Гирокоптер. Лода, Лода, Лода тоже на лоу ХП. Лода, Лода. Последний удар от Тауэра. Все-таки его прикончил. Тем временем продолжает С4 даться. Очень битый Квин оф Пейн. Хочет добить еще кого-то. Но здесь это крайне тяжело сделать. Запрыгивает. Но Пупея уже отхилили. Квин оф Пейн закрывают. Сэвэдж Рор еще раз. В контрпуш переходит сейчас. Слышь, а круто ведь, огрызнулись. Действительно очень круто. Посмотри, что по деньгам произошло. Вроде бы размен там 2 в 2. Но деньги, естественно, Альянс заработали их чуть-чуть побольше. Ну, потому что они уступали. И да, размен получился очень хорошим. На мой взгляд, рановато Сикретом вгрызаться в Спирит Бира. Нет еще такого дэмэджа, чтобы его прям за секунду убить. А если ты его не убиваешь, то твои спылы, Твой физический урон потрачен в никуда. И за что наказали их Альянс. Здорово исполнили. Сандр, конечно, зашел классно. Ну и вот, смотри, первая неудача на пути команды Сикрет. То есть вроде бы они должны были сейчас пойти, попушить, задавить как можно раньше. Допустим, сейчас была первая попытка. Ну, прикинем так. И она не удалась. Время продолжает тикать. Террор Блейд и Медведь продолжают фармить. Что с ними потом делать? Да, вот мы видим, что уже в кулдауне находятся у нас смоки у команды Сикретных Ребят. В Орде прожали смок. Да, 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 все рассасываются. Боже мой, что это за крик? Кто это вообще был? Это был Бэтрайдер. Это был Гирокоптер вообще. Гирокоптер так кричал? Да, мне тоже показалось, что это Бэтрайдер. Но суть потому, что дабл дэмэдж у нас на Гирокоптере. Замечательная озвучка. Ну ладно. Владмир также у нас, мы видим, на Медве, да? Элайнс не хотят отдавать Рошана. Это абсолютно правильно. Дает террор Винга. Рошан стоит, не бьет. Заходит Медведь. Весь фокус в Медведя. Медведя стирают очень быстро. Ульт Гирокоптера. Хорошо заходит по крипам Чена. И Бэтрайдер в позиции. Цепляет. Нужен свап Винги. В итоге Вингу саму цепляют. Ее увозят на ХГ. Винга свапается с Гирокоптером. Он наверху. А может остальных убивать? Нужно убивать остальных. Даже пофиг на то, что он с дабл дэмэджем. Главное, не дать ему цель. Буфей. Как же отлично он играет. И посмотри, продолжается атака от Квапы. Соник вейв по троим. Вновь. Энви, конечно, воюет. Но сейчас он должен будет умереть. Слишком много урона в него влели. Так и происходит. Минус три уже от Альянс. И Лайенс забирают троих, потеряв только лишь Вингу. Также забирают Рошана. Возвращают себе все преимущество. Виха. Попробует ли залететь? Нет, не стал этого делать. Гида для Медведя. Вот он, камбэк. Да, это действительно полноценный камбэк. Сейчас мы видим, что по Нетворсам Гирокоптер практически сравнялся. Подцепили также Мизери. Сайленс на Квин оф Пейн. То есть четыре мог немного погорячиться, наверное. Нет, нет, нет. Есть Юл. Сайленс заканчивается. Здесь же Медведь заблочил дорогу и делают фраг. Это минус четыре. И минус вышка снизу. И минус вышка. И много-много-много денег сейчас для шведского коллектива. Вот они, вот они все деньги. Они проигрывали только что 12 кусков. Сейчас преимущество сократилось вдвое. И оно еще будет сокращаться. Бэтрайдер поливает крипов. Сейчас можно просто камень получить. Там стан от Кентавра, например. Еще что-нибудь. Захиливали. В этот момент С4 готов уже нападать. Есть ультимейт. Нету маны. Правда, но ультимейт поднимает бэтрайдера в воздух. Нет, просто напугал. Аккуратненько. И расходятся. Ну что, вот так вот у нас Alliance выигрывают драку на Рошане. Делают камбэк. И теперь все начинается с нуля для Team CW. Ну а давай попытаемся разобраться, в чем же все-таки была проблема. Проблема, возможно, в том, что гирокоптер же, которую драку подряд не может нормально продамажить. Он постоянно гоняется за одним, как это было два замеса назад. Он улетел просто от замеса и решил побоевать тет-а-тет. Точно так же сейчас его просто закинули на хайграунд. То есть времени, пока Пье его запрыгнул туда, пока он его вытащил. Все равно прошло много времени. И гирокоптер не успел настрелять ничего толком. Ну, на мой взгляд, еще очень важно то, что БКБ нет. Он стоит в кентаврах. Кентавра его станет по 2 секунды там каждый. Кидают в него какие-то камни, станет венга. В итоге гирокоптер забирает. Зато есть Саша Яша. Ну, что ты имеешь против Саши Яши? Ну, на самом деле, против Сэнджин Яши я ничего не имею. Но здесь понаглял Энви. Он еще и бабочку себе купил до БКБ, как в прошлой игре. Здесь сейчас нужно ему будет закупать этот артефакт. И все изменится для него. Должно измениться. Сейчас в поисках мышевсадника ребята из Alliance. И они могут его найти. И они могут его найти. Ушел с блинка. Скорость окушки, реакция мангуста у Вихи. Он искал, но его нашли раньше. Вернее, он нашел раньше своих оппонентов. Да, ну и теперь уже Сикрет уходит во ворону. Теперь уже они не хотят никуда идти драться. Теперь уже Террор Блейд идет и пушит Твыра. А что с ним делать, не совсем понятно. Потому что урона он выдает действительно много. Ну что, БКБшку будет фармить Энве. Думаю, пока он не зафармит себе БКБ, Сикреты будут доджить все эти драки. Потому что и с преимуществом-то они их проигрывали, а без преимущества тем более. Также Мизери зафармил себе Блэк Кинг Вар. Батрайдер наливает огонь просто для того, чтобы сложнее было здесь напушить. И уходит. Уходит Alliance, уходят у нас Сикреты. Ну и что же, Гирокоптер подбирается потихонечку. Ну посмотрим на количество кэри. Если посмотреть у Сикретов, у них есть один Гирокоптер. Что касается Alliance, у них Лондруид плюс Террор Блейд. Там Бруда, она такая, она может по сути собраться в лейтовый билд, если сильно захочет. Пока непонятно вообще, какой она путь избирает. Но впрочем, да, у Alliance мне дела действительно даже нравятся получше в плане героев в лейтгейме. Тут я с тобой соглашусь. Ну много нюансов, конечно. Очень много спилов, которые могут изменить игру. Это и свап, и фэллспромисс. Понятно, и с лассоу Батрайдер тоже может кого-то важного вытащить. Могут его попытаться забрать. Очень важно то, что под лассо есть хотя бы какая-то контра. Взяли Вингу. Не взяли Оракула, взяли Вингу, есть свап. Опять у нас показывают, что нету смоков у команды Alliance. И это был последний их выход. Попытается сейчас, возможно, кого-то подцепить. Видит Батрайдера. Батрайдер уходит на топ. Выходит также наверх Гирокоптер. Это очень хороший выход может получиться, потому что Батрайдер это может и не подцепит. А вот с Гирочем... Батрайдер. Ну, походу... Видит Клопо. Ох, как хорошо опять реагирует Виха. Гирокоптер мечется из стороны в сторону. Нету ТП у Энви. Да, у него просто нет телепорта. Посмотри, как он пытается найти себе слот. А, вот-вот, все, наконец-то он у себя докупил. Но там еще кулдаун. Кулдаун и Батрайдер тоже сбили. ТП в итоге Гирокоптер. Да, корни прокают. И посмотри, как на него набросились. Просто как стервятники налетают на Гиролед и уничтожают его. А никто еще не отпускал Батрайдера отсюда. У него все еще кулдаун на телепорте. Да, Батрайдер там периодически перепрыгивает. Вот там зарисовал уже верхнюю часть карты С4. Но так и не смог достучаться до мышевсадника. И пуш по верхней линии теперь уже от Альянс. Бруда в это время отвечает своеобразным пушем по миду. Как быстро падает Тавер от Террорблейда и Лондруида. Полетела уже Винга. Тем временем подцепили Бруду. Бруду здесь можно убивать. Сайланс на Вингу. Надо просто ее сносить. Надо просто бить ручками. Ее убили ручками, как и... Ну и отступают. Отступают Альянс. Забрали они двух кор-героев. Забрали вышку. А Егис заканчивается. Ну и сейчас Альянс опять у нас поведут по графикам. Да это даже больше, чем камбэк. Это прям совсем сильный переворот. А как теперь Сикритом переворачивать? У них был вроде бы неплохой эффект Сноубола. Да, с вот этим гирокоптером, там Батрайдером. Прыгаешь, что-то там выцепляешь героев. Начинаешь их убивать. Зарабатываешь много-много-много денег. А что если твой план вдруг провалился? Что если ты вдруг нафидел Террор Блейда? Как теперь против него сражаться? Он же просто сейчас с райт-кликом всех поуничтожает. Он сейчас купит себе какую-нибудь Скайди. Там, я не знаю, Тараску, не Тараску, Баттерфляй, не Баттерфляй. И просто пах-пах-пах-пах-пах. Да, это очень хороший вопрос. Что делать? Еще и Queen of Pain есть у Альянс, которая неплохо заливает. Да, Шиву тем временем себе покупает, я так понимаю, Queen of Pain как раз-таки. Смотрим на закупы. Гем у Оракула. ЕГМ хочет себе линзу. Очень хочет, и он ее себе собирает. Шива на Квапе против Бруды. Просветка отличная именно в деревья куда-то, чтобы она не могла спрятаться. Против Бэтрайдера. Ну, плюс вот эти все паучки, которые могут там бегать, они будут тоже страдать. Бэтрайдеры будут летать чуть более медленно. Так что у Сикретов теперь появился мотив отжать эту карту. Будет очень досадно, если у Альянс получится сейчас действительно оформить целый камбэк, свести все к третьей карте, а потом еще выиграть на третьей карте. Вот тогда, я думаю, Сикретов будет ждать. Примерно то же чувство, что вот Virtus.pro вчера испытали, когда Best of 1 вега проиграли с 30-тысячным преимуществом. Да, что-то похожее. Хотя повторить это будет тяжело. Именно это чувство. Это был пятый камбэк за всю историю доты по величине именно игра вега. Ну, в этом же где-то диапазоне там LGD ДК были с 4-го Интернешнала. Так, опять сбивают Ward, но готов. Но сейчас будут сбивать их за то, что они сбивают Ward. Выходит Queen of Pain, готова прыгать за Бэтрайдером. Наверное, да, есть Шива. И Гирокоптера находит. Он нажимает БКБ. Гирокоптер пытается медведь развести. Гирокоптер прожал БКБ. Сейчас без БКБшки. Можем попытаться с ним подраться. Заходит Лода. Там уже ворвался Пупей. Дерется с EGM. EGM пока что живет. Бэтрайдер зацепил Лоду. Лода в БКБ отвозит его наверх. Но отсюда теперь можно, по-моему, спуститься. Нет, с этой горочки спуститься нельзя. И нужно Лоду каким-то образом свапнуть. Уже убили Оракула. Также забирают Энви. Это минус 2. Свапают Лоду, чтобы он отсюда смог слезть. И можно переходить в пуш. Мизери не успел отпушить ничего. Отличный выход от Alliance. Да, да, да. Очень круто. Не ожидали Сикрет увидеть их вот в таком... В такой близости от своей базы. И в итоге эта база сейчас будет полыхать. Боже мой, как же они вдвоем ломают. Спирид Биру передают телепорт. Возможно, хотят какой-то артефакт доставить. Неужели это Кираса Лондруиду прямо в Драку сейчас прилетит? Да, посмотри. Как же эта вышка рассыпается. Просто какой-то карточный домик, а не Тауэр. И байбэк нету Энви. 40 секунд. Это минус сторона. Хорошо, если одна. Можно еще и на топ переключиться. Но у лот заканчивается форма. Думаю, ограничится одна сторона. Это не совсем важно, заканчивается она или нет. Вообще, можно попробовать. А вот действительно, гирокоптер еще тут долго не появится. Да, Кираса есть. У вышки был минус... Вот, как раз Кираса, которую, по-моему, Лондруид забрал. Смотри, что они делают со зданием. Как они его ломают. Да, просто забрали Т3. Решили не оставаться на линии, решили не искушать судьбу, не давать противнику шанса сделать точно такой же камбэк, который получилось сделать у самих Альянс, и Алики убегают. А это значит, что, скорее всего, до следующего Рошана толком ничего происходить не будет. Ну, возможно, с другой стороны, здесь уже Альянс такую мощь набрали, и так они уверены в себе, что, по-моему, сами пойдут снастили. Ты посмотри, ты посмотри. Наконец-то камбэк. Уже 12 тысяч. Ну, вот они, Альянс. Совершенно нормальная игра. Просили, конечно, вначале очень жестко, их поддавили с этим гирокоптером, но... Не, в итоге... Борются. У Альянс есть хороший шанс зацепиться за эту серию, и, возможно, у нас будет сегодня первая не 2-0. Не изи-каточка. Да вообще они в группах даже смотрелись лучше, чем Сикрет. Сикрет как-то очень странно. Они скорее по ходу турнира набирают вот к этому плей-офф форму, но не все так хорошо было. Вот эта Бруда меня немного смущает, потому что она постоянно тусуется со своей командой. Мы обычно наезжаем на героев, которые этого не делают, но в данном случае все с точностью наоборот. Нужно где-то походить, посплитить, повыискивать кого-то. Отмечают уже не первый раз, что нету смоков у команд. Очень много стараются атаковать, но Alliance читают эту ситуацию. И Квапа, более того, находится в Инвизе. Отправляет Terrorblade свои иллюзии. Отправляет на проверочку, посмотреть, что же здесь все-таки будет происходить. Никого не обнаруживает, и мы видим то, что появляется все-таки Камнеголовый сейчас парень. И должны, наверное, Альянс идти воевать за него. Идут, идут. Опять будет драка на Рошане, но в этот раз в смоках заходят. И Энви в очень опасной ситуации. Могут его свапнуть. Заходит Мишка. Заходит Мишка в виде трех героев. Заходит иллюзия Квинов Пэйн. Рассказ по троим. Вообще на месте Terrorblade просто шел на ноге, нажимал Reflection и убивал людей. Да, кажется, он так и собирается сделать. Получает нож все с Энви. Гирокоптера отвезли. В итоге пытаются убить ЕГМа. Подходит три Кентавра. Как только закончится БКБ, начнут они выдавать станы. Стан от Кентавров. В итоге Медведь сгрызает Бэтрайдера. Сгрызают гирокоптера. Там Лода, ты посмотри. Лода на стах и так воюет. Еще Брутмазер осталась. Киллинг спрейм. Мега килл у С4. Дабл килл от Бульдога. И это... Я думаю, ГГ сейчас просто напишет, если что секреты. Это действительно ГГ. И счет становится 1-1. У нас будет решающая третья карта. Как же Alliance задавили из Террор Блэйдом и Лондруидом. Просто все сделали отлично. Ну, я бы сказал, что Сигрет немножко все-таки ошиблись. Вот в том моменте, когда дали возможность сделать этот камбэк с 12 тысяч. Но с другой стороны, вот Альянс. Им тоже стоит отдать должное. Молодцы, постарались. Это должно, во-первых, немножечко придать им уверенности. В завтрашнем дне. В смысле, на следующей карте. И, возможно, они будут действовать еще более открыто. Потому что сейчас было видно. Они уже хотят пойти где-то подраться, кого-то зацепить. На первой карте этого даже и подавно не было. И ходили, просто метелили. Где попало, как попало. Ну, хорошо, собрались. И нас ждет увлекательная третья карта. Конечно же, после небольшого перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok